В январе-августе 2017 года Казахстан экспортировал около 2,5 миллионов тонн пшеницы почти на 382 миллиона долларов, передает ЛС. Данный показатель снизился в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 10,5%. Общий объем поставок пшеницы пришелся на Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, в Китае было продано почти 214 тысяч тонн зерна, в Афганистан 147 тысяч, а в Кыргызстан 143 тысячи тонн. За тот же период муки было продано на 284 миллиона долларов. Основным покупателем стал Афганистан, следом за ним идут Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Объем пенсионных накоплений казахстанцев на конец сентября 2017 года составил 7,5 триллионов тенге, говорится в отчете Рэнкинг КИЗ. Таким образом, рост накоплений на старость в стране за 8 месяцев увеличился на 13%. Основные поступления пенсионных накоплений приходятся на обязательные взносы и инвестиционный доход. Так, объем отчислений за январь-сентябрь 2017 года составил 524,5 миллиарда тенге, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиционных доходов по сравнению с 2016 годом вырос на 2,5%, до 494,5 миллиардов тенге. Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября по-прежнему занимали государственные ценные бумаги Республики Казахстан и корпоративные бумаги отечественных эмитентов. Стоит отметить, что Национальный банк разработал новую модель управления пенсионными накоплениями. Предполагается, что вкладчики смогут сами выбирать частные управляющие компании, чтобы передать свои сбережения в инвестиционное управление. Выбор компании будет основан на показателях доходности, эффективности инвестиционной деятельности, а также размера взымаемой комиссии. Регулятор уже подготовил ряд предложений по дальнейшему реформированию системы. Известно, что разработку предложений обсуждают с бизнесом. Совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2017 года составили почти 24,5 триллиона тенге, сообщается в релизе Национального банка Казахстана. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты, ценные бумаги, наличные деньги, афинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета. Кредит, по которым имеется просроченная задолженность, более 90 дней составили почти 13% от судного портфеля, а провизии по ним 16%. Задолженность Беларуси по государственным кредитам, которые были предоставлены Республике Российской Федерации, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов. В настоящее время действует 8 межправительственных соглашений о предоставлении Минску российских государственных кредитов, 1 экспортный на строительство АЭС и 7 финансовых. Их общая сумма предоставленных средств в рамках вышеупомянутых соглашений превышает 15 миллиардов долларов. Американский производитель гаджетов корпорация Apple планирует в два раза сократить первые поставки нового юбилейного смартфона iPhone X, пишут американские СМИ. Основанием для такого резкого сокращения поставок стали технические проблемы с дисплеями устройств. Разработчики сообщили о проблемах, которые произошли при установке модуля, отвечающего за новую функцию распознания лиц в гаджете. Помимо этого, поставщики, которые производят для Apple дисплеи на iPhone X, просто не способны превысить показатель поставок в 10 миллионов изделий ежемесячно. Отмечается, что американская компания уже ведет переговоры с другими потенциальными поставщиками дисплеев для своего товара. Но в настоящее время Apple сможет выпустить только 20 миллионов новых устройств. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors, приходящаяся на держатели акций, по итогам 9 месяцев 2017 года упала на 83% в годовом выражении. До 1 миллиарда 287 миллионов долларов. В третьем квартале компания получила чистый убыток в размере почти 3 миллиардов. Сегодня молочный сектор второй по объему производства сельского хозяйства Казахстана составляет почти 16% стоимости всей продукции АПК. И это не случайно. Ведь коровье молоко получило гораздо большее распространение, чем молоко других животных. Оно присутствует на столе каждой семьи практически ежедневно, в чистом виде или в качестве производимых из него продуктов питания. Творога, сыра, сливочного масла, йогурта или кефира. Согласно отчетам комитета по статистике, за 9 месяцев этого года производство в животноводстве увеличилось на 3 с лишним процента. Так выросло производство говядины, молока, мяса птицы и яиц. Белым продуктом мы сегодня практически себя обеспечиваем на 85-80%. Я имею в виду кефир, молочная продукция, молоко, сметана. А вот продукты глубокой переработки, да, у нас сегодня достаточно большая зависимость. По сырам это очень просто объясняется. Потому что для того, чтобы делать сыры, нужно сыропригодное молоко. А для того, чтобы получить сыропригодное молоко, нужны определенные условия. В личных подсорных хозяйствах получить сыропригодное молоко сложно. Против производителей молочной отрасли играет обширная география страны. Большие расстояния существенно удорожают продукцию казахстанских фермеров. Абсолютно конкурентоспособна и по качественным показателям, по всем. Она, не немножко, а она, будем говорить так, теряет свою конкурентоспособность именно из-за цены. Потому что у нас сегодня высокая закупочная цена сырья. Опять же, она связана с большими логистическими затратами заготовки молока. Сегодня глубокую переработку молока, а именно производство масла и сыра, мешает наладить волатильность рынка. Ведь себестоимость молока в нашей стране зависит от роста и падения цен на корма для животных. По нашим расчетам, в Казахстане сегодня себестоимость порядка 19 долларов. Чтобы добиться определенного эффективности и хорошей себестоимости, нам очень не хватает профессионального аграрного сопровождения, которое когда-то у нас в советское время было, потом это все разорвалось. И сегодня фермер должен практически все учить сам. Другой фактор, сдерживающий развитие молочной отрасли в Казахстане, негативно влияющий на конкурентоспособность продукции, это недобросовестная конкуренция. Мелким крестьянским хозяйствам и небольшим производителям Казахстана сложно бороться с засилием нелегальной импортной продукции. У нас мелкотоварность. Мелкотоварность, то есть основное производство молока, у нас в ходе свечи в подварных хозяйствах. Вот с проблем, с которыми мы столкнулись, и что и побудило нас, в принципе, образовывать эти кооперативы в цели того, чтобы именно свечать их за молоком. И вторая проблема, конечно, у нас отсутствие кадров на селе, отсутствие кормовой базы. Модернизация молочной отрасли Казахстана как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе предусматривает создание по всей стране крупных фермерских кооперативов. Если раньше получать субсидии было, скажем так, ограничено, мелко, то есть сегодня, пойдем пересмотр субсидии, у нас в разы увеличилось получать субсидии. Именно вот за счет кооперативов, создания кооперативов. То есть если раньше получал субсидии крупный бизнес, то сегодня субсидии могут получать сверху салат бизнеса, который занимается от 100 голов и выше. По словам экспертов, охват мерами господдержки по говядине, молоку, мясу птицы доведен до 100%. Естественно, что государственные льготы тут же отразились на крестьянских хозяйствах. Так, на сегодняшний день в стране зарегистрировано около тысячи фермерских кооперативов. Правда, большая часть из них специализируется на заготовке мяса, а не молока. Согласно данным статистиков, в товарное производство сельхозпродукции до сих пор вовлечено 56 тысяч мелких фермерских хозяйств. В настоящее время у нас объем господдержки увеличился. Если в прошлом году было порядка 8 миллиардов, то в этом году уже 9,2 миллиарда кген. То есть в один и два раза господдержка у нас увеличилась. В итоге кооперативами заготовлено более 44 тысяч тонн молока и 13 тысяч тонн мяса. По словам участников рынка, такие показатели позволят уже в текущем году увеличить среднюю загрузку предприятий по переработке молока. Однако у представителей отрасли есть и свои предложения, которые, по их мнению, смогут изменить рынок молока в стране. Заготовительная организация привязывается к заводам-переработчикам, имеющим свое хозяйство. В-третьих, надо запускать пилотные проекты по семейной ферме. При этом уже сегодня крупные товаропроизводители этой сферы АПК делают акцент на качестве, а не на количестве продукции. В отношении количества, однозначно молока не хватает, но при этом мы очень заинтересованы в качестве молока. То есть нормальные параметры по жиру однозначно приветствуются. И если фермер нормально кормит свой скот, ухаживает за ним, соответственно, у него будут соответствующие параметры по жиру. Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны. Поэтому перед молочной отраслью Казахстана в настоящее время стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукции с собственного производства. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции и привлечь в этот рынок представителей среднего бизнеса.